Разбили градусник, что делать? Здравствуйте! Это программа Череповец вызов 112. По словам спасателей, в последнее время часто поступают сигналы из городских квартир. Люди сообщают о том, что развилась ртуть. Ну и некоторые спрашивают, а можно ли собрать самостоятельно это вещество? Там можно, отвечают спасатели и прямо сейчас расскажут, как это сделать. Перед сбором ртути наденьте резиновые перчатки. Вещество не должно соприкасаться с обнаженными участками кожи. Желательно ограничить место аварии. Ртуть прилипает к поверхностям и может быть легко разнесена на подошвах по другим участкам помещения. Максимально тщательно соберите ртуть и все разбившиеся части градусника в стеклянную банку со слабым раствором марганцовки в холодной воде. Вода нужна для того, чтобы ртуть не испарилась. Банку держите вдали от нагревательных приборов. Мелкие капельки можно собрать с помощью резиновой груши, двух листов бумаги, лейкопластыря, скотча, мокрой газеты. Откройте окна, проветрите помещение. Если остались какие-либо испарения, пусть выветриваются в окно. Если же ртуть разлилась на деревянном полу и, возможно, что закатилась щель, выключить свет, посветить фонариком, и тогда будут видны капельки ртути. Нельзя собирать ртуть пылесосом, нельзя собирать веником носовок, нельзя выбрасывать в мусоропровод, собранную ртуть, сдать спасателя. Развитие технологий на руку мошенникам. Многие из них так научились подделывать деньги, что их трудно отличить от настоящих. И все же некоторые способы есть. Об этом сотрудники УЖД. Если у вас в кошельке обнаружилась фальшивая купюра или закралось такое подозрение, в первую очередь ни в коем случае целенаправленно не пытайте ее сбыть. В таком случае вы становитесь соучастником преступления. При малейших сомнениях сразу отправляйтесь в отделение ближайшего банка, где специалист уже проверит банкноту, поддельна она или нет. И помните, что наибольшая вероятность появления в вашем кошельке купюры возникает при оплате каких-то покупок на рынке в мелких торговых точках и в банкоматах, которые расположены на улице. Поэтому будьте очень внимательны. Подлинность банкноты при низком качестве ее изготовления, фальшивая купюра, можно определить несколькими способами. Самый простой – это визуальный и на ощупь. Значит, при визуальном можно как определить? Посмотреть на просвет, и вы должны увидеть водяные знаки. Если же эти знаки отсутствуют, следует, что купюра фальшивая. Также вот мы представим пятитысячную купюру. Яркая полоса на гербе Хабаровска, которая должна перемещаться при наклоне купюры. И также под этим элементом существует еще один элемент – микроотверстия. Если купюра поддельная, то отверстие на обратной стороне купюры будет шероховато. Если же купюра настоящая, то и с лицевой, и с обратной стороны микроотверстия будут иметь приятные ощущения. Чаще всего поделают купюры достоинством 5000 рублей, чуть реже – 1000 рублей. При обнаружении купюры немедленно заявляйте в полицию. Либо вы можете обратиться как по телефону, так и лично обратившись в дежурную часть. Ну а прямо сейчас рубрика «Уроки пожарной безопасности». Сегодня специалисты расскажут, как научить ребенка осторожному обращению с огнем. Уважаемые родители, вы должны привить навык вашему ребенку осторожного обращения с огнем. Это осторожное обращение со спичками, зажигалками, свечками, пиротехническими изделиями, с газом. Следующий момент – это электробытовые приборы. Если дети совсем маленькие, не позволяйте им включать без вас и использовать электрические приборы. Если постарше, научите правильно использовать электроприборы и при выходе из дома отключать их из сети. Также с печками, печей, камины не допускайте присмотра малолетним детям за данными сооружениями, приборами. Необходимо, чтобы дети ваши знали действия в случае пожара. Если вдруг случился пожар, необходимо позвонить 0-1. Данный телефон должен быть написан на видном месте в вашем доме. И дети должны знать номера вызовов экстренных служб. Если у вас нет домашнего телефона, тогда телефон должен быть забит в мобильный телефон вашего ребенка. Ребенок должен знать свой адрес, чтобы назвать правильно и вызвать пожарную службу. Необходимо правильно организовать досуг ваших детей, и поэтому у них не возникнет тяги неправильной к огню. Берегите себя и своих близких. Это была программа «Череповец. Лизов 112». Увидимся в следующую пятницу. Продолжение следует...